С раму олегам, друзья! Всем привет! В этом видео мы поговорим с вами о конструкции исключения в арабском языке и о словах, посредством которых мы исключаем. Начинаем. Основная частица исключения в арабском языке — это «илля». И у конструкции с применением этой частицы может быть три положения. Первое положение — это если предложение с этой частицей, с частицей «илля» будет утвердительным и если перед «илля», которое будет переводиться в этом контексте как «кроме», будет упомянуто «эль мустас на минху», то есть то, из чего мы исключаем. В таком случае существительное «после илля», которое называется в арабской грамматике «эль мустас на би-илля», будет обязательно находиться в положении «насп». То есть мы говорим «комаль кауму илля зейдан». Предложение у нас утвердительное, то есть поднялись люди, кроме зейда. Поднялись люди — это утверждение. И до частицы «илля» мы упомянули также слово, из которого мы будем исключать, то есть люди. Вот в таком случае слово «зейд» обязательно будет находиться в положении «насп». «Каумаль кауму илля зейдан». Это первое положение. Второе положение — если предложение с применением этой частицы, частицы «илля», будет в отрицательном контексте, или в запретительном контексте, или в вопросительном контексте. И тоже «до илля» будет упомянуто существительное, из которого мы будем исключать. В таком случае у существительного «после илля», то есть у существительного «эль мустас на би-илля» может быть два положения — то, что оно будет «бадаль», и то, что оно будет в положении «насп», то есть «эль мустас на би-илля». То есть, например, мы скажем «мэ каумаль кауму илля», то есть «не встали люди, кроме». И вот дальше можно либо «зейдун», потому что это «бадаль». И тут сразу напомню, что такое «бадаль» в арабском языке. Ну, дословный перевод — это как замена. Но грамматическая профессия «бадаль» — это, то есть, замена предыдущего слова словом более емким по смыслу. Да, то есть «лучшая замена», так скажем. Но это вкратце, мы сейчас «бадаль» не проходим. То есть, например, «ухиббу Ассамата Миср» — «эль Кахира» — «я люблю столицу Египта» — «Каир». Вот «эль Кахира» — это «бадаль», то есть это как бы слово, которое дает больше смысла, потому что, ну, мало ли, кто-то, например, не знает, что в Египте столицей является Каир. Ну, к примеру, да, то есть вот слово «эль Кахира» — оно как бы дает больше смысла. Это в арабском языке, это грамматическая профессия в арабской грамматике, называется «бадаль». То есть, ну, как бы «лучшая замена». Ну, это прям вкратце, да, просто для понимания. Так вот, если у нас будет контекст отрицательный, либо запретительный, либо вопросительный, и перед «илля» будет тут упомянуто «альмустас на минху», то есть существительное, из которого мы будем исключать, то в таком случае существительное, которое упоминается после «илля», разрешено два тут, как бы две профессии грамматических. Это либо «илля зейдун», и тогда это будет «бадаль», то есть не поднялись люди, кроме «зейда». «Илля зейдун». И второй вариант — это то, что это будет «альмустас на биилля» в положении «нас». То есть «мэкамаль кауму илля зейдан». То есть тут разрешено два варианта. Это было второе положение. И третье положение у этой конструкции. «Если перед «илля» не упомянуто «альмустас на минху», то есть существительный, из которого мы будем исключать. И в этом моменте не может быть никаких вариантов, кроме как, что предложение будет в отрицательном контексте или запретительном. То есть по-другому не говорится. Как, например, «мэкама», и сразу потом идет «илля». И вот то, что после «илля» будет находиться в том грамматическом месте, и у этого слова будет такая грамматическая профессия, которая закроет пробел перед «илля». То есть, например, если перед «илля» у нас не упомянут файль, действующее лицо, «мэкама», то есть тут нужно действующее лицо, файль. Соответственно, «зейд» у нас будет файль. «Мэкама» или «зейдун» в положении «рофа». Или если я, например, скажу «мэроэйту», да, и до «илля» не упоминаю «мафауль бихи», я не видел. И дальше «илля зейдан», соответственно «зейдан» будет у нас «мафауль бихи», потому что до «илля» не хватает этой профессии. И поэтому то, что после «илля» будет заполнять пробел, который у нас идет перед «илля». То есть «мэроэйту» или «зейдан», «зейдан» будет «мафауль бихи». Или, например, «мэмарарту» я не проходил мимо, кроме как «илля би зейдин», да, кроме как «зейдан». То есть я прошел мимо, я прошел только мимо «зейда», да, если по-русски говорить. Вот, но мы тут сейчас дословно я перевожу, просто для понимания, да. «Мэмарарту» или «безейдин». Соответственно «безейдин», потому что у нас перед «илля» не хватает «джар» и «маджрур». Соответственно, после «илля» это у нас будет «джар» и «маджрур». Это положение, которое касается частицы «илля». Также для исключения используются слова «сива», «сува», «сава» и «гойр». Все эти слова являются существительными, и слово, которое мы будем исключать посредством этих существительных, будет всегда «мудов» и «ляйхи» в положении «джар», потому что все эти слова в данной конструкции «сива», «сува», «сава» и «гойр» — они будут «мудов». Это все существительные. Но сами эти слова, то есть помимо того, что они «мудов», грамматическая их профессия будет такой же, какая была профессия у существительного, идущего после «илля» в предыдущем контексте. То есть, например, мы скажем «комаль кауму» «гойра зейдин». «Комаль кауму» — это у нас «фиаль», «файль», «гойр» — это у нас «мустафна», «альмустафна», «вахуа мудов», а «зейд» — это «мудов и лейхи». То есть, это если у нас предложение будет утвердительным, и если до слова «исключение» будет упомянуто существительное, из которого мы исключаем, то есть «альмустафна минху». Если же у нас будет отрицательный контекст, то там можно два варианта, то есть, например, «на каумаль кауму» и тут можно «гойру зейдин», это будет «гойр», тут может быть «бадль», либо «гойра зейдин», «гойр» — это будет «исмулиститна». Или если у нас будет контекст отрицательный, и до слова «исключение» не будет упомянуто существительное, из которого мы исключаем, то тогда само существительное «гойр», «сива», «сува» и «сава» займет, то есть, будет играть роль пробела. Опять же, будет заполнять пробел того, чего не достает до этого слова. То есть, мы будем говорить, например, «мэ кама гойру зейдин», «гойр» здесь будет «файль», или, например, «мэ раэйту гойра зейдин», соответственно, «гойр» будет «мафул бихи», «я не видел там, кроме как зейда», или «я видел только зейда», если по-русски. Или «мэ марарту бигойри зейдин», вот таким образом это будет. Также в конструкции исключения могут использоваться такие слова, как «халя», «ада» и «хаша». У существительных, идущих после этих слов, может быть два варианта. Дело в том, что эти слова, они могут использоваться как глаголы и как частицы. Поэтому после этих слов существительное может находиться в положении «насп», потому что это будет «мафауль бихи» для этих глаголов, а «фаиль», действующее лицо, будет здесь скрыто. Его скрывать обязательно. Это скрытое местоимение. Или эти существительные, то есть идущие после «халя», «ада» и «хаша», могут быть в положении «джар», потому что это «исам маджрур» будет. Как, например, «камаль кауму халя зейдан», то, что это «мафауль бихи», или «зейдин», то, что это «исам маджрур». Но если перед этими словами будет использоваться «ма» аль маздария, тогда эти слова, то есть «халя», «хаша» и «ада», будут обязательно глаголами. В данном случае, если перед этими глаголами будет «ма», то после них обязательно будет «мафауль бихи», то есть, например, «камаль кауму махаля зейдан». В данном случае обязательно «зейд» — это будет «мафауль бихи», потому что «ма» аль маздария приходит только перед глаголами. Это была конструкция исключения. Спасибо за внимание. Илья лекка. Субтитры создавал DimaTorzok